Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. В нашей студии я приветствую Дмитрия Курдюмова, исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Кировской области. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день, Владимир. Я напомню, что да, в региональном правительстве вы курируете несколько сфер. Это и спорт, и образование, и социальный блок. Но в первую очередь здравоохранение, с чем вы долгое время и прочно ассоциируетесь. Вот сегодня сосредоточиться хочу на теме как раз таки здравоохранения. Много событий было в последнее время. Это и развитие санавиации, и проект Бережливая поликлиника, ремонт и модернизация учреждений здравоохранения, вопросы демографии и так далее. Вот об этом, обо всем сегодня предлагаю поговорить. Предлагаю начать опять-таки с санавиации, потому что вот буквально накануне такой прецедент. Впервые из Яранска вертолетом была доставлена пациентка в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Как, кстати, сейчас себя пациентка чувствует? Пациентка стабильна. Вы знаете, действительно значимое событие. Мы, ну, по крайней мере, там, я давно об этом мечтал. И санитарная авиация, ну, прежде всего, наверное, название говорит само за себя. Это пациент быстро воздушным транспортом должен быть транспортирован прямо в медицинское учреждение. Можно говорить о возрождении этой работы? Так, конечно. И в некоторых случаях транспортирован на операционный стол, чтобы быстро помочь и спасти жизнь зачастую. Ну, раньше услуги санитарной авиации, они оплачивались за счет средств федерального бюджета. И вертолеты приземлялись на площадку, которая находилась, ну, далеко от наших ведущих учреждений. Что произошло вчера? Во-первых, вертолет приземлился прямо в областное учреждение. Эта вертолетная площадка находится, как вы сказали, в центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, но она и будет доставлять, вертолет будет доставлять пациентов в рядом расположенные больницы, детская областная больница, перинатальный центр. Да, и я считаю это очень важным, это большой шаг вперед. Подобная вертолетная площадка фактически организована на территории областной больницы. Она сейчас строится? Она уже готова, и я думаю, что в случае необходимости вертолет там приземлится, и пациенту окажут своевременную помощь. Я хочу сказать, что пациентам с острыми, скажем так, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктом миокарда, какими-то сосудистыми катастрофами в наших современных условиях оказывается хирургическая помощь, оперативное лечение, стентирование и так далее. Поэтому делать это можно для того, чтобы не развилась зона некроза в сердце, а пациент выжил в ближайший, скажем так, час. И в это время нужно транспортировать пациента, и в общем-то вертолет, еще раз повторюсь, должен влетать фактически в операционную. Это возможно только при условии, что вертолетная площадка будет находиться на территории ведущего учреждения. А как вообще принимается решение о том, что пациента нужно как раз-таки транспортировать по воздуху? Ну, вы знаете, вот эти вертолетные площадки, они находятся и в районных центрах. ЦРБ, ЦРБ. В центральных районных больницах, да. В некоторых районных центрах находятся не по одной площадке, и этот вопрос поставлен персонально на контроль глав муниципальных районов. Да, эти вертолетные площадки должны располагаться максимально близко к медицинским учреждениям нашим районным. Естественно, там пациент как-то поступает, доктора ставят диагноз, они консультируются по телефону, либо там с помощью телемедицины с нашими головными учреждениями. С областными коллегами. Да, и быстро принимается решение об эвакуации. Вот вчера вертолет из Яранска летел в Яранск, ну, скажем так, в течение часа, обратно летел там час-двадцать. Пациентка нуждалась не в экстренной помощи, а в неотложной. Безусловно, мы будем делать все, чтобы правило золотого часа выполнялось. И вот многие задают вопрос, а сколько у вас вертолетов? У нас нет вертолетов, мы покупаем медицинскую услугу. Да, это услуга заявлена, да. И это происходит в рамках федеральной программы, да. Федеральная программа стартовала во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. Выделено регионам субсидия на закупку услуги санитарной авиации. В общем-то, где есть в соответствии с договором определенные условия предоставления вертолетов там. И поэтому это точно не один вертолет. И я могу сказать, что есть еще вторая задача реализации этой федеральной программы. Это в ней активное участие принимает не только федеральный Минздрав, но еще и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Это, в общем-то, скажем так, возрождение, ну, на каком-то новом уровне выпуска наших там воздушных судов. И в ближайшее время все регионы, в том числе Кировская область, ожидают поступления нового вертолета. Мы вертолет «Ансад», который будет оснащен еще дополнительным медицинским модулем. Это современный вертолет. Ориентировочный... Для того, чтобы уже в полете, да? Да. Начинать. Да. Оказывать помощь больному. Безусловно. И ориентировочная дата, скажем, прибытия вертолета в нашу регион, это август текущего года, в общем-то. А это федеральная программа, которая рассчитана минимум на три года. Поэтому для нас это знаковое событие. Это площадки на территории наших подведомственных учреждений. Это площадки на территории центральных районных больниц, либо рядом с ними расположенные. Вы знаете, хочу обратить внимание, что посадки вертолетов на территории больниц и пролеты через Киров, безусловно, это такая... Согласованы должны быть со многими структурами. Это согласовано, безусловно. Это те, скажем так, пролеты, которые будут для того, чтобы пациентам оказывать экстренную помощь. Тем пациентам, которые находятся на грани жизни и смерти. Да, в общем-то, тем, кому нужно быстро помочь и помочь квалифицированно в наших районных центрах. Я прошу, в общем-то, всех жителей, да, кто, в общем-то, будет свидетелем этого пролета, с пониманием относиться и знать, что сейчас речь идет о спасении чьей-то жизни. Дополнительная вертолетная площадка будет организована. Вот сейчас уже идет этот процесс активный. Рядом со станцией скорой медицинской помощи, и пациентам, которые, в общем-то, переводятся в стабильном состоянии, да, будут переводиться в стабильном состоянии, вертолеты будут приземляться именно там. Это рядом с проспектом строителя нашей станции скорой медицинской помощи. Мы будем исключать пролет над жилой зоной. А в городе Кирове будут как раз именно те случаи. Мы будем чаще использовать вертолет. Вот за последние там несколько дней, вот данные на вчера, было уже осуществлено там порядка 16 вылетов. В разные районы области. Да, безусловно, в разные районы области. А в настоящее время кем эта услуга предоставляется? У нас по итогам аукционных процедур выиграла «Вятка Авиа». А наше предприятие известное. А вот этот вертолет, который поступит в августе, вы сказали, он, как принято говорить, на чем балансе он будет? Ну, я... Где он будет базироваться? Ну, вы знаете, это вопрос все-таки к поставщику услуг. Поставщику? А, к «Вятка Авиа» будет все-таки, да? Да. Ну, в общем-то, они как раз и тут будут поставлять нам услуги на этом новом вертолете. И это такая непростая федеральная программа, обсуждение которой началось еще, в общем-то, в третьем квартале 2016 года. И начиная с прошлого года мы проводили достаточно такую, ну, непростую работу для того, чтобы соблюсти все требования и согласовать со всеми организацией вертолетных площадок на территории города Кирова. Вы правильно заметили, здесь, в общем, нужно ответственно подходить и понимать, с какой стороны подлетает вертолет, достаточно ли места для расположения площадки. И в каких случаях может вертолет туда площадку осуществлять? Безусловно, много вопросов. А, в общем-то, все вместе мы там с транспортной прокуратурой, Росавиацией, с поставщиками услуг, с Роспотребнадзором собирались за круглым столом, обменялись мнениями и старались, в общем-то, все возможные вопросы в будущем учесть. Ну, вы гарантируете, что санавиация будет работать как часы в любой момент, готова будет вылететь, оказать необходимую помощь? Мы все для этого сделали. Хорошо, давайте перейдем к следующей теме. Проект «Бережливая поликлиника», который не так давно был презентован замминистра здравоохранения Российской Федерации Татьяне Яковлевой, она приезжала в наш город в июне и, в общем-то, высоко оценила данный проект. Давайте напомним суть и, собственно, что сейчас уже делается, продолжает делаться в этом направлении. Проект «Бережливая поликлиника» – это проект, в общем-то, название которого говорит за себя. Нужно беречь время пациентов, в общем-то, и беречь время врачей, когда, в общем-то, они встречаются, и доктора для исполнения своих профессиональных обязанностей, а пациенты выкраивая там рабочее время, ну, какое-то время в поликлинике. Ну, мы выяснили, что большую часть времени пациенты, в общем-то, проводят не только в очередях, но и передвигаясь между кабинетами, да, в общем-то, на те процедуры, которые можно, скажем так, действовать, исключить. Или когда можно комплексное какое-то пройти, да, следовать. Ну, простыми словами, настроить логистику. То же самое мы увидели при организации там рабочего пространства у врача, когда для того, чтобы, в общем-то, зарегистрировать какую-то процедуру, средний медицинский работник, там, либо доктор должен, в общем-то, перемещаться даже внутри кабинета из угол в угол, здесь записать в одно место, там, в другое место, ну, в общем-то, нерационально, используя свое время, пациент, в общем-то, в тот момент ждет. Вместе со специалистами Министерства здравоохранения принимало активное участие у нас эксперты корпорации «Росатом», которые, в общем-то, успешно реализовывали, вот, скажем, бережливое производство. Вот все эти процессы, они были описаны, и сейчас в соответствии с этим мы и проводим, скажем, все мероприятия, которые включают в себя и не только, скажем, ремонт внутри, да, в соответствии с, вот, с рациональной, с этой идеологией рационального расположения кабинетов, обустройства рабочего места, это еще и ремонт фасадов, это ремонт прилегающей территории. Мы решили подойти к этому комплексу. А сколько сейчас вообще медицинских объектов в этом процессе? Четыре поликлиники у нас включились в этот процесс, две взрослые поликлиники, и две детские, взрослая поликлиника на Карла Маркса. Вы, наверное, заметили уже, как изменился фасад. Мы подошли ответственно, вот я прошу обращать внимание. Я, простите, бываю чаще во второй поликлинике на Некрасово, где идет ремонт. Поскольку дети прикреплены к ней, да, мы видим там, что происходит. Да, фасад там тоже меняется, вот, поэтому взрослая поликлиника на Карла Маркса, детская поликлиника на Карла Маркса, вы уже сказали, детская поликлиника на Некрасово, И поликлиника взрослая на Циолковского. Четыре поликлиники, около 100 тысяч прикрепленного населения. И во всех поликлиниках используем те принципы, о которых я уже говорил, поэтому бережливые. Это комплексный подход, это настроение логистики пациентов, это обустройство рабочего пространства, медицинского персонала. Это использование и внедрение информационных технологий, о которых мы говорили, и неплохо они себя здесь реализовали. Не новых информационных технологий, которые будут работать, создавая неудобства докторам, либо пациентам, а то, что действительно работает. А давайте примеры приведем. Это система электронной регистратуры. Пациент может записаться через интернет. Действительно так. Мы недавно сделали систему, когда пациент может посмотреть, в какой поликлинике города Кирова есть прием узкого специалиста. Мы осознанно не открыли запись к этим пациентам, да, только создали возможность владеть информацией, потому что все-таки показания, назначать консультацию узких специалистов, там, кардиохирург, например, там, эндокринолог, да, аллерголог, должны, в общем-то, врачи, там, первичного звена. Но иногда складывается такая ситуация, когда врачи первичного звена назначали консультацию, а в той поликлинике, куда пациент был прикреплен, этих специалистов в ближайшее, либо удобное время не было. И создавалась такая ситуация, ну, в общем-то, как будто этих докторов нет, а в других структурных подразделениях этой поликлиники, либо в других юридических лицах эти специалисты есть. И они не загружены при этом, да? Да. Есть возможность попасть. Да, есть возможность попасть. Особенно это обостряется во время отпусков. Сейчас существует единая база. На сайтах Министерства здравоохранения, на сайтах, ну, не побоюсь сказать, практически всех учреждений здравоохранения города Кирова, есть ссылка на этот интернет-ресурс. Единый баннер, да, найди там доктора, врача, узкого специалиста. Можно выбрать по дате, можно выбрать по поликлинике и, в общем-то, прийти записаться. Это информация для сведений к пациентам, но с возможностью записаться, вот этот ресурс реализован для регистраторов в каждой поликлинике, то есть врач любой поликлиники, медицинский регистратор любой поликлиники может записать на прием в другое юридическое лицо. Мы разговаривали с главными врачами, с руководителями учреждений, объяснили, что это право пациентов, что нужно, в общем-то, провести работу с медицинскими регистраторами и объяснить, что его нужно реализовывать, не дожидаясь каких-то обоснованных замечаний пациентов. Это первое. Второе. Электронная система – это электронный регистратор, так называемый. Мы называли это так, когда пациент подходит к поликлинике, берет талончик и с этим номером он передвигается с помощью электронной системы. По всей поликлинике уже порядка, по-моему, 30 наших юридических лиц реализовало эту возможность после электронного регистратора, то есть в системе электронной очереди, передвигаться. И вы знаете, она хорошо себя показала, и в том числе, когда пациенты записываются на прием на какое-то конкретное время, обращаясь в регистратуру, его идентифицируют как записавшегося, в этой системе можно назначать приоритет вызова. Это раз. Во-вторых, если есть там показания медицинские, можно идти с приоритетом вызова. Эта система назначает приоритет вызова на повторный прием после консультации. То есть, в общем-то, все эти возможности там реализованы, и там, где она давно работает, мы увидели, что это хорошо. В общем-то, это, скажем так, настраиваются там потоки пациентов, и, в общем-то, все это происходит достаточно там рационально и систематизировано. А когда пациент, простите, идет в другое лечебное учреждение, там не возникнет ли сложности по линии того же фонда обязательного медицинского страхования? Нет, никаких сложностей нет. Куда эти потоки будут идти? Абсолютно никаких сложностей. Данное медицинское учреждение получает оплату за посещение. Это уже другие, в общем-то, нюансы, которые урегулированы. И, в общем-то, вы знаете, в настоящее время не только у нас, а вообще, скажем так, подход и федерального Минздрава поменялся. А вот недавно я, скажем так, ассоциируюсь с медицинским работником, да, как человек... Ну, я как-то вот хотел по-новому как-то еще представить. Ну, нет, совершенно верно. Я любую проблему пытаюсь анализировать с разных сторон, потому что мне в разных ипостасях побылось побывать. И мне было очень приятно, что наш федеральный Минздрав теперь говорит, вы не имеете права не выполнять объемы медицинской помощи. Раньше было наоборот, перевыполнение было неправильным. Сейчас в рамках существующего бюджета, рационально относясь к имеющимся ресурсам, мы имеем возможность оплачивать все медицинские услуги, оказанные пациентам по показаниям. Это и госпитализация, это и посещение, и посещение неприкрепившимся в том числе. Но я могу сказать, что в рамках подушевого финансирования оказывается оплата при амбулаторной помощи не по всем специалистам. Ну, скажем, по эндокринологу это там за посещение. Поэтому сложностей, вот отвечая на ваши вопросы, нет никаких. Вот это реализация этого проекта, модернизация, да, она потребует ли новых навыков, новых знаний у работников учения здравоохранения? Вот очень правильный вопрос. Да, хорошо, что вы мне его задали. Она обязательно потребует новых навыков. В этой идеологии, вы знаете, я принципиально настаиваю на том, что сейчас, придя в поликлинику, те специалисты, с которыми пациенты осуществляют первый контакт, должны иметь исключительным уровнем знаний о правах пациента, о возможностях информационных систем, о маршрутизации пациентов. Вы знаете, иногда просто возникают неприятные ситуации, можно сделать все, что угодно. Можно сделать это интернет-сервис, можно внедрить электронный регистратор, электронную очередь. Да, но если об этом не будут информированы пациенты, а что самое, наверное, страшное, не будут обладать этими знаниями и не будут уметь пользоваться медицинские работники, то грош всему цена. Поэтому постоянно нужно обучать этому медицинских работников. Вы еще спросили, а какие еще информационные технологии? Медицинская информационная система. И буквально на прошлой неделе наш регион еще вошел в число пилотных регионов. Даже мы стали первым по внедрению информационных систем в здравоохранение. Что это такое, поясните? И почему именно такая вот заслуга? Та медицинская информационная система. Дело в том, что была программа модернизации здравоохранения, где был раздел информатизации. Куплены компьютеры, поставлены программные продукты, но они достаточно разные. И на данном этапе разный уровень во всех регионах интеграции информационной системы. Они же еще быстро развиваются и устаревают. И они все разношерстные. Кроме того, что разработчики не спешили их обновлять. В наш регион, в общем-то, мы сделали немаленький рывок, особенно за последний год, я считаю. Мы внедрили и все истории болезни, вся первичная медицинская документация заполняется у нас в информационных системах. Мы за год добились того, что через информационные системы происходит списание всех изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов. Мы в этом году разработали в информационных системах возможность визуализации лечащими докторами, участковыми терапевтами информации о наличии медикаментов для льготников в аптеках и на центральном складе для заведующих. Мы разработали систему в этом году о скорой помощи, когда доктор, участковый терапевт, педиатр, приходя утром на работу, обладает информацией, по каким случаям и сколько человек с его участка вызывало скорую медицинскую помощь. И, наверное, обоснованно должен принимать какие-то решения о проведении профилактики. Ну вот, не все точно вспомнил, но это было сделано за год. И в связи с тем, мы, неправильно сказать, что были самым ведущим регионом, мы были подходящим регионом. И после моего выступления на коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации, в общем-то, мы показали все достижения, в том числе, о которых я говорил. В общем-то, было, видимо, принято решение нам предложить стать пилотным регионом, где медицинские информационные системы, ну, в общем-то, будут доработаны, информация из этих медицинских информационных систем будет использована. То есть, мало того, что они работают внутри больниц, теперь следующая идеология, эта информация должна, а не автоматически формировать реестр счетов за оказанную медицинскую помощь. Мы единственный пилотный регион? Или их несколько? Пока мы первые. Сейчас буду включать, да. Будем формировать реестр счетов за оказанную медицинскую помощь. Дальше, следующий этап, нужно будет наполнять федеральную информационную систему здравоохранения вот теми данными, формирование отчетов из регионов. Здесь нужно откорректировать нормативно-правовую базу, да, для того, чтобы эта возможность появилась, не региональную, а федеральную, да, и, в общем-то, пройти первый этап, да, то есть, ну, каким-то образом причесать разработчиков программного продукта, которые уже сейчас активно идут на диалог, чего не было до последнего года. Они дорабатывают сейчас этот программный продукт для того, чтобы он мог, в общем-то, делать то, что я говорил, и выгружать реестр счетов, и печатные формы соответствовали приказам Министерства здравоохранения, не было нашей обязанности дублировать у наших докторов некоторые формы, которые бы не соответствовали общепринятым, ну, и многое другое, поэтому это хорошо. И еще чем хорошо? Когда ты становишься пилотным регионом, не надо, я считаю, что не нужно никогда считать, что ты во всем идеален. Приезжают эксперты из разных субъектов, и ты обмениваешься мнениями, они показывают, где у тебя там есть недочеты, и мы в процессе работы-то находим. Здесь нужно исправить, там нужно подкорректировать, мы находим у себя ошибки, мы находим, где мы плохи, какой-то регион хорош, подключаются все. Пилотный регион, это там, где все, в общем-то, обмениваются знаниями, пытаются все лучшее внедрить, и это, я считаю, вот это здорово. Я так понимаю, мы сейчас на особом контроле у федерального центра, и в этом году и сама Вероника Скворцова, министр здравоохранения, приезжала, и вот Татьяна Яковлева до конца года, вполне возможно, еще ожидается? Ну, вполне возможно, мы находимся, в общем-то, в тесном контакте с министерством здравоохранения, и, в общем-то, созваниваемся, и они держат, в общем-то, на, скажем-то, контроле выполнения тех мероприятий, которые нам необходимо сделать, как пилотному региону. Если будет принято решение о том, чтобы там показать и отчитаться тому сделанному до конца года, да, мы, в общем-то, я думаю, с честью выдержим и сможем показать. Я предлагаю сделать сейчас небольшую паузу, напомню, что мы общаемся с Дмитрием Курдзюмовым, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Кировской области, вернемся через две минуты. Продолжается наше общение с Дмитрием Курдзюмовым, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Кировской области, и следующая тема очень серьезная и непростая, это демография. Вы неоднократно уже высказывались на сей счет в последнее время, и, ну, действительно, бьем тревогу уже. Вы знаете, демография это наука, которая находится на стыке у нас и системы образования, и системы здравоохранения. И каждый вносит свой вклад, и еще вопрос, в общем-то, какая больше, ну, естественно, с учетом экономической ситуации в регионе. Вот сейчас очень много возникает некоторых вопросов, и говорят, ну вот, сделали все, что демография упала на 15%. Область имеем в виду. Да, да, ну давайте там помнить о том, что это происходит во всей стране, потому что мы сейчас, ну, скажем, поколение 90-х, да, вот как раз вступило в репродуктивный возраст, это во-первых. Во-вторых, беременность у нас длится, там, 40 недель. Да. Вы пока так. Да, поэтому, в общем-то, я даже дальше не буду говорить другие аргументы тем, кто всю вину складывает на правительство за резкое снижение демографии в конце 16-го, в начале 17-го года. Там ответ очевиден. Ну, а если серьезно, вы знаете, это такая тенденция, которая происходит во всей стране. В Кировской области, безусловно, есть свои особенности. Мы увидели, что за 5 месяцев текущего года родилось на 14% детей меньше, ну, или если в абсолютных цифрах, за 5 месяцев это 1042 ребенка. Ну, за год у нас в среднем, за прошлый год родилось около 16-ти 600 детей. Проанализировав, естественно, эту цифру, мы очень там достаточно долго анализировали, посмотрели статистику по всем субъектам Российской Федерации. Вы знаете, мы как находились по уровню рождаемости и смертности на одних местах, так и есть. Поэтому вся Российская Федерация, к сожалению, в общем-то, находится в таком же движении. Мы увидели, что у нас происходит снижение рождаемости, так классически, с начала 2012 года по первым детям. 47% первых детей было еще в 2012 году, и мы видим там 37% с небольшим процентом первых детей в этом году. У нас поступательными такими темпами происходило увеличение количества рождаемости третьих детей, начиная с 2012 года. Третьих и последующих детей, начиная фактически там с 12%, а сейчас мы видим третьих и последующих детей более 20%. Переход уже в многодетный статус. Это связано с тем, что, в общем-то, проводились мероприятия по стимулированию рождаемости третьих и последующих детей. Это и выплаты, в общем-то, на третьего и последующего ребенка. Региональный материнский капитал? Региональный материнский капитал, да, и выплаты на третьего и последующего ребенка – 7800 рублей в месяц. Ну, в этом году мы увидели первый раз, в общем-то, был рост по вторым детям, но в этом году мы увидели снижение и по вторым детям. И они упали, в общем-то, больше, чем даже первые. Я уж прошу прощения, там количество рождений уменьшилось больше, чем в процентном отношении, чем первых детей. И, естественно, без вторых детей не бывает третьих. С учетом того, что у нас женщин детородного возраста, репродуктивного возраста, назовем так, от 15 до 49 лет в Кировской области, мы находимся на 84-м месте. Это я сейчас, ну, немножко там в порядке цифр ошибусь, ну, порядка 280 тысяч в этом году в нашем регионе. И я медленно подхожу к тому, кто за рождаемость ответственен. Система здравоохранения, она может снижать смертность. То, о чем мы говорили. Это и своевременная транспортировка. Она снижается у нас? Она снижается, да. Смертность 14,9 по итогам 16-го года она снижается, поэтому мы можем снижать смертность. Мы можем увеличивать рождаемость за счет внедрения процедур ЭКО. Это у нас на этот год мы запланировали 620 процедур ЭКО. Мы включили еще и в систему МС частника, клиника Нуреевых, которые нам дополнительно там помогут. Но это при эффективности, ну, до 30 процентов, скажем так, да, 28 процентов. Вы сами понимаете, что это не вопрос, ну, не решение проблемы. Не слишком серьезный фронт. Ну, а если говорить про образование, то вот у нас при анализе выяснилось, что в 16-м году уехало порядка полторы тысячи детей, только выпускников школ в другие регионы. В 16-м году это случилось. И поступили в высшие учебные заведения других регионов. Вы знаете, большинство из них, конечно, не возвращается. Это полторы тысячи детей, безусловно, детородного возраста. А теперь сравните ЭКО. 600 с эффективностью до 30 и полторы тысячи уехавших детей. Дальше мы сейчас выясняем и получаем цифру, сколько у нас детей, выпускников СПО уезжает, ежегодно устраиваются в другие регионы. Я даже пока не буду озвучивать эту цифру, она, возможно, соизмеримая. И мы не обладаем информацией, сколько выпускников наших вузов уезжают. Так вот, вы... Ну, вы ставите себе цель все-таки выяснить. Естественно, но цифра сопоставимая с той, с которой я сказал про выпускников школ. Да? Исходя из этого, вы понимаете, что это люди детородного возраста, это все-таки интеллектуальная элита. Я не так давно был на вручении, скажем так, на награждении так называемых там медалистов, выпускников школы города Кирова. Лучшие ребята, интеллектуальные элиты, они, в общем-то, стараются поступить в высшее учебное заведение других регионов. Да, и, как ни странно, мечта не остаться здесь. Поэтому, вот, в данный момент, для того, чтобы переломить ситуацию, одна из задач, в общем-то, это поменять, наверное, подход в системе общего образования. Заниматься ранней профориентацией, работать с детьми, готовить детей и, в общем-то, заряжать их на то, чтобы они смогли вернуться в Кировскую область и дальше, ну, работать на благо Кировской области. Именно вернуться? Ну, каждый имеет право уехать. И мы не вправе никого останавливать. Кто поступит в наши вузы, будет, в сути, учиться, это его выбор. И у нас очень хороший опорный университет, который дает очень достойное образование. Но тот, кто уезжает, тот, наверное, должен иметь возможность и мечту вернуться и развивать тот регион, где он родился. Безусловно, нужно приезжать и устраиваться на работу. Мы об этом это прекрасно понимаем. Нужно детей, которых мы рожаем, устраивать своевременно в детский сад. И делать, наверное, это не в три года. Потому что сейчас, когда женщина приходит на работу, любой работодатель спрашивает, скажите, вы имеете детей? А вы планируете? Если женщина говорит, что она детей не имеет и планирует, то у всех возникает в голове ситуация. То есть на три года мы можем специалиста потерять. А есть ли смысл продолжать диалог? Так вот, эту ситуацию нужно исключить. И для сейчас перед нами стоит задача максимальная, да, это дать возможность женщинам, в общем-то, рожать детей и выходить на работу с возраста полутора лет. Это задача. Какие, кстати, уже идей, мысли в этом направлении есть? Как стимулировать? Вы знаете, когда в этом году, в начале года проходила коллегия Министерства образования Российской Федерации, там выступала Ольга Юрьевна Голодец. И она говорила, что на следующий год правительство планирует там масштабную программу и продолжать по открытию мест там вообще образовательных, то есть там строительству школ. И одним из приоритетов она озвучила это обеспечение детей в яслях, начиная с полутора лет. Ну, в общем-то, попросила регионы, вот пока такой переходный год и подготовительный период, принимать все необходимые усилия, в общем-то, это и, естественно, строить новые детские сады, открывать, стараться. Если нет такой возможности, ну, в общем-то, ну, как-то мотивировать, стимулировать к рождению детей. Ну, вот мы, в частности, приняли, на мой взгляд, такой очень революционный законопроект. И, вы знаете, приняли его в непростой ситуации, в ситуации, когда у нас в Кировской области существуют обязательства по бюджетным кредитам. Есть так называемое соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о ненаращивании там дополнительных расходов. И вот те люди, которые задают вопросы, там, скажем, те же самые депутаты разных фракций, они в курсе, но почему-то иногда, в общем-то, они делают вид, что они не знают, что такое соглашение существует. И, вы знаете, главе региона удалось в Министерстве финансов это доказать, что новое расходное обязательство, да, оно принципиально важно, что мы имеем не совсем там позитивную, как и другие регионы, демографическую ситуацию. И сейчас точка, ну, я уж так скажу, точка приложения это рождение вторых детей. Ну, имеете в виду меру поддержки, имеете в виду 5000 рублей выплаты? Да. Почему 5000? Ну, потому что, во-первых, мы просчитываем, на наш взгляд, 5000 ежемесячно, эта выплата не должна была быть формальной. Дальше эта выплата должна была в какой-то степени вместе с другими, ну, если говорим про город Киров, то здесь тоже есть мера социальной поддержки, там, 2500 рублей, не посещающим детский сад. Но это мера... Но при условии... Да. ...определённых. Да. При определённых условиях. Да, но даже 5000 рублей, она та сумма, которая, на наш взгляд, могла бы быть использована, в том числе на цели, там, скажем, устройства ребёнка и в частный детский сад. И если это будет стимулировать открытие частных детских садов, то, мне кажется, это тоже неплохое решение вопроса. В то же время мы точно не забываем о том, что детские сады нужно строить. Но у нас даже районы города Кирова, они, в общем-то, не однообразны по социальной инфраструктуре. Да, вот центр города, который до сих пор, в общем-то, активно застраивается, находится в несколько там невыгодном положении по обеспечению местами в школах и в детских садах. И здесь нужно вести речь о такой комплексной застройке. Ну, простой пример, как мы его решаем. Вы знаете, микрорайон «Солнечный берег» и «Чистые пруды». Где открылись. Да, вы знаете, и это не решение вопроса, сразу хочу сказать. Это такой первый прорыв, когда мы, о нас услышал застройщик. Да, было много сложных разговоров. И мы доказывали, что те жители, которые покупают квартиры в микрорайоне, застроенные им, должны, в общем-то, и ходить в школу, в детский сад и иметь возможность получать медицинское обслуживание. И, вы знаете, на тот момент нас услышали, и застройщик провел такую работу по подбору помещений. Мы вместе смотрели, которые подходят и вместе, скажем так, подготовили в кратчайшие сроки. И сейчас там открылись детская поликлиника в «Чистых прудах» в «Солнечном береге». Структурное подразделение взрослой поликлиники. Ну, это такая вот первая работа. Вы знаете, произошло, наверное, несколько такое вот изменение в отношении к такой, к обычной застройке. И дальше... Дальше планируете развивать как раз-таки отношения с застройщиками? Ну, безусловно, они к нам уже обратились и говорят, вы знаете, мы в Озерках хотим застраивать микрорайон. Мы сказали, пожалуйста, ну, давайте так вместе уже подходить заранее к этому. Предоставляйте помещение, мы обеспечим и найдем медицинского работника. То есть вот немножко меняется у всех понимание. Естественно, это такой долгий процесс, но при комплексной застройке нужно учитывать еще и объекты социальной инфраструктуры. Здесь есть, естественно, и федеральная программа Министерства строительства. Я об этом сейчас не буду говорить, это немножко там не мое направление, но... И время-то уже у нас, да, истекает. Вот. Спасибо, Дмитрий Курдзюмов, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Кировской области. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Дмитрий Курдзюмов.